МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТВЕРЬ УНИВЕРСАЛ БАНК. Устойчивая в динамичном. Это телеканал ТВЕРЬ. Сегодня в студии Кирилла Маев. Здравствуйте. Главный Тверской госавтоинспектор Валерий Кучерявых со вчерашнего вечера находится под следствием. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Валерию Кучерявых инкриминируется превышение служебных полномочий. Он, по версии следствия, выдвигал необоснованные требования к своим подчиненным о составлении протоколов о задержании транспортных средств за административные правонарушения, которые послужили основанием для выделения субсидий из бюджета Тверской области. Размер ущерба сейчас устанавливается, однако уже фигурирует неофициальная цифра почти 5 миллионов рублей. И еще одно весьма значимое событие. Сегодня все российские информационные агентства со ссылкой на пресс-службу правительства Тверской области передают информацию о том, что губернатор региона Андрей Шевелев внес в законодательное собрание инициативу о возвращении смешанной системы выборов в Тверскую городскую думу. Позиция губернатора вполне ясна. Судя по всему, региональная власть устала от постоянных межфракционных и межпартийных войн. Мое мнение разделяют и жители города Твери. Об этом я говорю с уверенностью, потому что не раз звучали эти вопросы на встречах с населением, и они продолжают звучать. И они разделяют мою позицию, потому что каждый человек должен выбирать своего представителя. Знать его в лицо, знать, к кому обратиться, знать, с кого спросить. И здесь уже разделяя и партийную ответственность, то тоже немаловажно при принятии определенных решений. Здесь еще и ответственность персональная депутата перед своими избирателями. Я считаю эту систему более востребованной в сегодняшний день, потому что пример сегодняшней городской думы города Твери это игра в политических интересах, не в интересах избирателей и жителей города Твери. Я говорил на эту тему с председателем законодательного собрания. Он согласился. Я рассчитываю, что и фракции «Единая Россия», которая имеет большинство, и другие фракции, поддержат этот проект закона, и он будет принят в ближайшее время. Я больше чем с уверенностью хочу сказать, что люди этого ждут. В законодательном собрании инициативу пока никак не комментируют. Впрочем, уже поступили заявления от депутатов Тверской городской думы, примечательно от депутатов сразу обеих фракций. Очевидно, что это делается в интересах одной партии, партии власти. И очевидно, это делается в преддверии выборов, в преддверии очередных или неочередных выборов в Тверскую городскую думу. Очевидно, что эти выборы партия власти проиграет с треском, если система выборов останется партийной, то есть пропорциональной. И поэтому делается попытка спасти лицо, делается попытка спасти выборы для Единой России. И таким образом, эта инициатива должна помочь в этом или в следующем году спасти партию власти. К сожалению, партийная система нахождения депутатов в Думе и работы депутатов в Думе съела самого депутата. Я это неоднократно заявлял, и сейчас четко говорю, что у нас, к сожалению, с моей точки зрения, пропало такое понятие, рабочее понятие, как депутат городской думы. У нас депутаты фракций. И исходя из этого, что от фракционности, политизированности решения у нас депутаты принимают опосредованно, косвенно. Вначале все это решение принимает фракция партийная, короче, вот эта вот, не знаю, как ее назвать, партийность, так в кавычках, если назвать. С моей точки зрения, это неправильно. К другим событиям на Соборной площади есть у нас в городе и такая. Сегодня прошли торжественные мероприятия, предваряющие возможное строительство Кафедрального Спаса Преображенского собора, утраченного в 30-е годы прошлого века. Евгения Щетинина там побывала. Возведение нового храма, да еще и в самом сердце города, событие, безусловно, знаковое. Сегодня близ Путевого дворца митрополит Тверской Кашинский Виктор провел молебен в честь строительства Спаса Преображенского собора. Мое сердце наполнилось особой радостью. Радостью торжества, радостью восстановления справедливости, радостью, прежде всего, твердой, непоколебимой веры. Верой, что мы возродим эту святыню. И будем свидетельствовать девицами освящение этого Древнего Кафедрального собора. История Спаса Преображенского собора началась еще в XII веке, после татаро-монгольского нашествия. Святыня долгое время служила усыпальницей для Тверского духовенства, а сам Михаил Тверской венчался здесь с княгиней Анной Кашинской. Однако судьба храма несколько раз обрывалась. Храм дважды уже был разрушен, сперва польско-литовскими интервентами, а спустя сотни лет – советскими властями. В наших предков хватило сил восстановить храм, построенный в XIII веке, после сожжения польско-литовскими захватчиками. Я думаю, времена были не самые легкие. Но дело было сделано, и храм был восстановлен. Пришло наше время. Пока можно увидеть только макет храма. С советских времен сохранились фотографии, чертежи и замеры, поэтому здание сохранит свой исторический облик. Также в ближайшее время начнутся археологические раскопки захоронений, без которых невозможно строительство собора. Андрей Шевелев вместе с митрополитом Виктором уже положили этому начало. Однако проведение мероприятий совпало по времени с реконструкцией путевого дворца, расположенного буквально в 30 метрах от места захоронений. В связи с этим возникают опасения, что мероприятие может повредить столь долгожданному ремонту дворца и ператрицы. Немноговато ли объектов на одной стройплощадке. Управляющий благотворительного фонда «Собор», с чьей инициативой началась реконструкция храма, заверил, что никаких проблем новое строительство не создаст. Это никак не помешает реконструкции путевого дворца. Существует концепция воссоздания комплекса путевой дворец, в которой четко прописано, что без воссоздания Спаса Бребреженского собора комплекс путевой дворец полноценным не является и не будет таковым впредь до строительства храма и колокольни. Поэтому то, что это начинается одновременно, и реконструкция путевого дворца, и строительство собора, это очень промыслительно и крайне важно, чтобы началось это одновременно, как единый комплекс. И мы даже забор поставим один одинаковый, с тем, чтобы это было и выглядело как единым комплексом. Дверь Универсал Банк. Устойчивое в динамичном. Тем временем в творческой мастерской Андрея Юдина открылась очередная выставка, на этот раз фотографических карточек. Автором фотоочерка о жизни одного простого человека выступила Юлия Смородова. Человек может ощущать полную гармонию, не имея в доме и намека на блага цивилизации. Все прелести такой жизни можно осознать на выставке «Край» фотографа Юлии Смородовой. Фактически, это экспозиция жизни одного героя. Николай Иванов, житель деревни Токариха, не знает, что такое газ или электричество, но это не мешает ему заниматься делом по душе. Николай создает древнерусский инструмент гусли. Любимая женщина, любимая работа, вот оно счастье. А остальное – мелочи жизни. Там не только фотографии можно снимать, мне кажется, фильм можно снимать. Про просто жизнь России, про философию. Это не повесть о каком-то там сталке, и который вот вся жизнь у него – это какое-то ужасное приключение. Здесь абсолютная гармония. И вот это название «Край», оно как-то… Ну, не то, что вот совсем край, вот дальше все пропустят. А здесь у человека, по-моему, за этим краем уже начинается рай. Край, вот так вот, по идее, звучит это у нас русский язык. Волшебно. И еще одна фото-выставка. На этот раз фотографами стали студенты Тверского технологического колледжа. Елена Глушкова отправилась посмотреть. Фотография давно прочно заняла свое место наряду с живописью и другими видами искусства. Свои достижения в этой области решили проявить студенты Тверского технологического колледжа под руководством известного фотохудожника Юрия Федорова. Так родилась фото-выставка «Итоги». До сих пор мы проводили выставки студентов внутри колледжа. Но прошло определенное время, уже около 10 лет, как ведется подготовка специалистов по рекламе. И мы решили выступить своеобразным итогом. И выставка называется «Итоги». Ну, итоги не окончательные, итоги, безусловно, промежуточные. Но тем не менее, мы бы хотели продемонстрировать жителям города и Тверской области лучшие работы сегодняшних студентов и студентов-выпускников. Разножанровые работы от пейзажа до натюрморта уже были по достоинству оценены на различных творческих конкурсах. А сейчас оказались представлены на суд тверских зрителей. Я поступила к себе в колледж. Мы начали заниматься с нашим преподавателем Юрием Евгеньевичем. Мне очень понравилась фотография сама по себе. И вот меня прям потянуло, и я начала этим заниматься уже активнее. А потом меня выдвинули на фото-выставку. Мне это очень приятно. Я прям с собой даже немного горжусь. Итоги фототворчества тверской молодежи вы можете увидеть в городском музейно-выставочном центре до 3 июня. И в завершении выпуска вновь о пятой городской больнице. Не помню, не так давно по Твери начал гулять слух о том, что больницу закрывают. Власти поспешили успокоить население. Больницу просто реформируют. Анна Шевчук исследовала тему и поговорила со всеми заинтересованными лицами. 38% пациентов пятой городской больницы – люди старше 80 лет. Всего же за медицинской помощью сюда обращаются 12,5 тысяч тверетян. Узнав о возможном закрытии лечебницы, престарелые пациенты стали бить тревогу. Ведь для многих эта больница – единственная возможность попасть к врачу. Сейчас, имея инвалидность, я не смогла бы в какую-то другую поликлинику или где-то по месту жительства за Тверцой или в третьих доходить. Меня устраивает здесь все. Буквально все, потому что врачи знают мою болезнь, знают, что мне нужно. И поэтому я даже не представляю, как можно закрыть эту поликлинику и оставить нас без всего. Здесь очень внимательные люди. И главврач внимательный, и врачи внимательные. И вообще нас все устраивает. Потому что, понимаете, зимой особенно ехать, например, живу рядом, отношусь очень далеко к поликлинике. Ветеран труда. Ехать очень тяжело. Больной человек. Вы понимаете? Но как можно закрыть поликлинику, которая устраивает всех? Поликлиника – три стационарных отделения в общей сложности на 70 мест. Отделение, где наблюдаются дети с нейроортопедической патологией. Так выглядит больница сегодня. В поликлинике как с детьми, так и с ветеранами работают лучшие специалисты. Я здесь 19 лет проработала. Я открыла кардиологическое отделение здесь. Первое с нуля началось. У нас лечились, я не знаю, члены ЦК, секретари обкома. И все профессионально. И сейчас вдруг профессионально здесь нет. Здесь еще мои ученики работают. Все аттестованные врачи. Это действительно особая такая вот когорта медиков, которые, в общем-то, элитные, да, которые привыкли работать с определенными людьми. И, конечно, отношение там к ветеранам-участникам в Великой Отечественной очень хорошее. Скажем так, профильное и специфическое. Остались вот эти палаты, вот этот дух того времени, да, отношение к пожилым людям. Конечно, все там осталось, все это сохранено. Помимо обращения во всевозможные средства массовой информации, предприимчивые старики обратились и к региональным властям. Мы сейчас будем инициаторами проведения круглых столов. Непосредственно будем приглашать всех ветеранов. Мы сейчас будем организовывать пикеты. Мы сейчас соберем большое количество подписей просто от жителей и тех, кто лечится в этой больнице. И, естественно, написаны письма. Вышли на сайт президент. Написаны письма президенту. Написаны письма Шевелева. Власти уверяют, ветеранскую больницу не закроют. Вместо этого здесь проведут реструктуризацию. В уже существующую поликлинику переедет врачебно-физкультурный диспансер. Таким образом, пятая горбольница превратится в Тверской клинический центр медицинской реабилитации. Но ветеранов в такое положение дел не устраивает. Это означает столкнуть старшее поколение с молодежью. Это означает постепенно убрать отсюда пенсионеров. Начали! Увеличатся очереди к врачам. Уменьшится время на просмотр, на осмотр больного. И, кроме того, состояние взаимоотношений между лечащимися, лечащимися здесь тоже будет изменено. Но и это не самое страшное. Больше всего пациенты пятой городской больницы боятся ликвидации участковой службы. Этот проект предлагает ликвидировать участковую службу. Участковая служба является стержнем, основой здравоохранения вообще везде. И у нас, в частности, советское здравоохранение, и теперь все здравоохранение держится на участковой службе. И ликвидировать уже сформировавшуюся годами, обеспечивая комплектованно профессионалами, ликвидировать участковую службу – это преступление. Ветераны не получат ничего здесь. Здесь будет только физкультурный диспансер. Нет прикрепленных улиц, районов, контингента нет прикрепленного. Все ветераны будут должны наблюдаться в поликлиниках по месту жительства. А оттуда их уже будут сюда присылать на консультацию. Она поэтому называется консультативная. На консультацию к врачам, которые здесь. Врачи уже здесь будут их консультировать. Если надо, вот класть сюда в отделение тоже. Но отделения тоже уже будут реабилитационные. То есть основные методы лечения в этих отделениях уже не медикаментозные, а физиотерапевтические. Больница это будет. Все виды помощи, которые в этом лечебном учреждении сейчас оказываются, они будут оказываться. Более того, структура этой больницы будет усилена. Будут сохранены все отделения, которые сейчас там есть, стационарные. Отделения восстановительного лечения для детей и инвалидов. Будет укреплена поликлиника, то есть работа поликлинического звена. Туда привнесутся дополнительные виды амбулаторно-поликлинической помощи за счет усиления базы, за счет привлечения туда специалистов, узких специалистов дополнительно. Более того, по словам Елены Житковой, в пятой больнице благодаря такому слиянию с физкультурным диспансером появятся врачи-реабилитологи, так необходимые людям старшего поколения. Мы человека в стационаре полечили и отдали его домой. А дальше что с ним? Его надо реабилитировать, восстановить. И с ним дальше ничего не происходило. Он дома, как он там находился, родственники за ним ухаживали, и все. То есть никаких видов больше медицинской помощи ему не оказывались. А сейчас как раз у нас появилась прекрасная возможность дать людям, так сказать, восстановить свои силы после тяжелой болезни. В итоге многочисленные слухи о закрытии больницы пока остаются слухами. И по заверению тверских чиновников абсолютно беспочвенны. Однако шума в городе они наделали немало. На этом все. Удачи! Дверь Универсал Банк. Устойчивое в динамичном. Дверь Универсал Банк.